Все, не заметила меня? Я не поняла Так вот она память оставит Ты видишь, как цветы-то любишь Да слава Богу Вон те ландыши-то Они там асфальт поднимают Ломают, прям взламывают асфальт Вы их вообще выкидываете? Их надо уничтожить, их бы надо Не надо как-то Это лилейники Лилейники их убирать надо У них корни здоровые А, ну и ландыши тоже Там прямо взбугрили, асфальт подняли Вот как надо Тысячу килограмм, говорит, на сантиметр Ну какие-то жуки напали Съели георгины Я однолетние георгины посадила Видите, что ли? Сожрали все листья Это двухвостки Скорее всего двухвостки Или какие-то жуки Ну ладно, я пошел на занятия С Богом Вот у нас почта Вот как подходят Что сразу Видно шесты для голубей Вот такие вот Крестовины А при входе в храм Это храм у нас такой В домах Вот оно Игнатих, он что-то пришел Я не знаю этого человека Надо открыть Пожалуйста Доброго здоровья, Игнатих Тихонович Доброго Доброго Что-то не совсем припомню, кто Меня Роман зовут Ну? Роман Куц Ааа Сын Игоря Куца Еще бы Вот Вот как Я к вам пришел Ненадолго Так, слушаю, проходите А что он это умер Так к какой причине? У него была болезнь Ну болезнь это общее название А так что у него было? Рак Рак Рак, ну да какая тут Ничего-то Это такая болезнь Очень распространенная Как раз пять лет назад Он упокоился 27 мая 18-го Ага Роман А второй у вас кто? Илья Илья Ну пойдем к нам туда У нас занятия идут Я покажу сейчас вам книгу В которой его имя там стоит Да, да, да Он его оформил Буквы такими вензелями Машенька у меня А как вы нашли меня? У вас По Яндекс.Такси Написан Это дом Игнатия Тихоновича Лапкина Ну ладно Вот видишь у нас как тут Слава Богу Вот святая надпись У меня где-то есть Даже фотографии есть Надо посмотреть где Сходи Закрывай все двери Ты поклон можешь взять Это храм Они здесь договорились Так Я хочу вас познакомить С одним человеком Который пришел Так Сегодня Интересно как Подожди Я задержался Пока был там Выхожу Мне надо заходить Я не зашел А тут Елена Возится со цветами Только я уходить Она говорит А вон у дверя кто-то стоит Я вышел Молодой человек С бородка Я его не знаю Два дня Я вас спрашиваю Кто ты такой Назовишься Вот Меня зовут Роман Куц Я из старообрядцев Белокренецкой иерархии Года четыре Был у вас в лагере Начиная с пяти лет С один был или с двоих С моим братом Его зовут Илья Как его звать? Илья Илья Вот Сколько лет было вам Мне было пять лет Он на два года Меня старше Так Ну и дальше Рассказывайте Вот Я пришел Чтобы поблагодарить вас За все Что вы И все Кто там были И все люди Которые там были По главе с вами Что вы сделали Для меня лично Для Моего Взросления И моего становления Моей личности Вот То что я сейчас Христианин Во многом Благодаря вам И вашим словам И То отношение к вере То отношение К слову Божию И отношение К окружающим К близким Оно Закладывалось Именно тогда Когда я был В детском возрасте Не в школе Не где-то на улице А именно Летом Когда нас отправляли В ваш лагерь Вот Я Искренне Благодарен Вам За Весь Весь Спектр Впечатлений Которые я Получил В этом Лагере Было Очень много Моментов Которые Повлияли На меня И Сделали Меня Таким Какой Я сейчас Есть Например Вспомните С какой Радостью Дети Бежали Перед Молитвой Бежали К колоколам К железякам И били В эти Железяки И старались Красивее Звонче Я сейчас Занимаюсь Колокольным Звоном Профессионально Вот Слава Богу И я уверен Убежден Что именно Вот Такое Отношение Такая возможность Которая была Дана нам Тогда В детском Возрасте Она таким Благотворным Образом На нас Повлияла Это отец Отец Был расположен К нам Я думаю Что его Даже не Одобряли Свои За это Да Конечно Отношения Не очень Хорошие Но тем Не менее Мы были У вас Не один год Четыре года Мы были В вашем Лагере Мать была Здесь же Приходила Но она Не зашла В комнате С отцом Считали И он На то Техотворение Которое Считали Он его И считал Он считал И на одной Срочке Остановился И дальше Нет Происхождение Мое Заставляет Задуматься Но Всякое Бывает Но дело В том Что Вы-то У нас Стояли На хорошем Счету У вас Не было Никаких Замещаний Ничего И когда Там Какой Я не помню Что-то Было Написать Вы Стали Писать Вы Вы Писали Бухну На старославян Как У нас Где Есть И вот Вы Не помните Один Парнишка Нападал На вас И затащил Кого-то Прямо Душить Начал Я Назвали Щекотил Сразу Вызвали Они Дед Бабкой До свидания И мы Проводили Оттуда И мы Следили За этим Еще Можешь Опять Пройти Неведан Я Помню Этот момент Когда мы Писали Молитвы На церковном Славянском Мы В детстве Молились Уже И по Церковно Славянски И многие Молитвы Знали И мы Я Лично Писал Молитву Псалом Боже Помощь Мою Варми Господи Помощи Не Почися То Что Мы Читаем Каждый День На Повечернице Но я Всего Своего Детского Возраста Написал Такие Строчки Я Подарил Это Вам И Вы Помню При всех Читаете Бумажку Держите И читаете Боже Читаете Боже В помощь Мою Вомни Вот Так Вы Показали Я Это Запомнил Я Славянский Языч Фессиально Изучал Переводы С книг Делал А Тут Как-то Мне Это Напоминает Похоже Вон Мир И Вом Так А Кто Это Недавно Так Совсем Услышал Кто-то Из Вас Сильно Увлечен Математикой Будто Бы Где-то Даже Там Кто Это Я По Профессии Физик Сейчас В Новосибирске В Академгородке Учусь Уже В аспирантуре Работаю В институте Физиком Оптиком Вот Как Ученый Лаборатории Вот Может быть Про меня А у нас один физик Математик Он преподавал В Томскому университете Менонит Немец Была кажется Одна встреча Он обратился Ну Закончил Семинарию Здесь Академию Какие у него Книги выходят Отец Геннадий Фас Где-то Принайдете Там Рождение Слыши Вот это Обязательно И поэтому Когда меня Спрашивают Вообще Все Вот я Столько С дектантами Работаю Вот в общей Своей масти Более Селепых Против меня Нет как Старобряться Этого согласия Международского Почему Потому что Мы там были И когда Оттуда Мы Приехали Сюда Вы еще Откуда Они принимают Они заминают Там В Новосибирске Был Долгов Андрей Федотович Близкие наши друзья И Устинов Александр Иванович И вы узнали Что я хожу Баптистом И он за мной Увязался И я его не видел Он так прошел Андрей Федотович Ну я естественно Говорил И когда на меня напали Он говорит Вы хоть и знаете Зачем он ходит Оттуда Сколько людей Пришло оттуда В православие Теперь сколько Слышали В это время Были Старобрядческие Еще Ну видя такое Что шевелиться Никак нельзя Приезжал тут Еще один Дополнительный Епископ Два епископа Были Старобрядческих Меня пригласили Ну условия ставить Чтобы я нигде Никому не говорил Я безусловно Беспрекословно Подчинялся Священнику А священник Тогда кажется Другой здесь Приезжал Кажется Никола Этот Как его фамилия Это Отец Никола Думов Да Барнаульский Здесь Да Ну Вот Я тебе при них Я подчиняюсь ему Молчу Что ж такое Это мне Бог дал Особый дар Талант Работать с людьми У нас только Мусульмане Крестятся С разных всех Приходят люди Я должен все это отдать А на суде Божьем Я не скажу Что он мне сказал Я отвечу за себя И поэтому Мы старались Как можно Видишь Какая сегодня Сегодня у нас Кажется 28 уже Мая Да 28 мая 23 года Воскресенье Какая необычная встреча И главное На днях Только я о вас услышал И размышлял И так Где же есть ребята эти Как Почему вы сейчас Учили Вас что-то побудило К этому Я хотел к вам прийти Еще Наверное Лет 5 назад Батя Когда упокоился Я Как бы Начал вспоминать С кем он был знаком Все Хотел к вам прийти У меня на тот момент Был Маленький подарочек Для вас Но потом он исчез И я долго ждал Когда же этот подарочек Снова Появится в продаже И вот Значит Я Позвольте мне Вам все-таки Его вручить Книга Которая Написана Нашим старобрядцем Московским Вы И ваши Люди Неоднократно Говорили Когда же Старобрядцы Начнут переводить Евангелие Для себя И вот Можно сказать Это первый Такой научный Труд Перевода Евангелия Правда Эта книга Содержит только Евангелие от Луки В переводе Алексея Владимировича Муравьева Это доктор Исторических наук В Москве Высшей школе экономики Преподает Совместно с представителями Из других Согласий Старобрядчества Из русско-древле-православной Церкви Из других Вот там В преамбуле Написано В обведении Там написано Что это за труд Значит Какая у него цель Естественно Это не богослужебный текст Будет Это текст Для понимания Простым людям Понимания Слова Божия Я уверен Что вам Конечно Уже после Такого большого Опыта Знакомства И чтения Библии Вам Вряд ли Будет Полезно Что-то Что-то Взять Из этого текста Я считаю Лучший перевод 1800-176 Лучший За 200 Тысячи лет Наилучший Вот Но все-таки Может быть Кому-то из ваших людей Кому-то Из общины Или просто вам Для Скажем так Для сравнения Вот этот перевод Он основан На Греческом Тексте На оригинальном Тексте То есть Вот этот Алексей Владимирович Он сам Востоковед Знает Прекрасно Греческий язык Арамейский язык На котором Говорил Христос И он Учитывая Иудейское Происхождение Христа И апостола Всех Значит Людей Которые В Евангелии Встречаются Их речь Учитывая Их Скажем так Менталитет Он Как раз Оставил Этот текст На русском языке Вот Конечно Это не Богослужебный текст Это вот для Домашнего изучения Вот Я Дарю Эту книгу Ну ладно Значит так Я возьму Но я потом Подарю тем Кому нужно будет Вот так Теперь Хорошо Спаси Христос А вот Слышали о таком Священнике Семен Дурасов Ну да Слышал Вот так Когда его Оттуда извергали Я Вот Наша Моя сестра Там С мужем были Знает его Ну мы Близко Не знакомы Но его материалы Как он обращался К Синоду К своим Там где Как не Синод Называется В архитископиле Теперь Метрополия И я это все Поместил В книге Они сразу же С ним Присчитались Прямо Как будто Это брак Какой У нас такое состояние Старобрядца Как будто Нас с дыбы Только сегодня Сняли А там Есть В Москве Где храм Христа Спасителя А как Перейти На эту сторону Канала Николыч Берсеневка Ну и там Игумен Кирилл Сахаров Ему Митрополит Сегодняшний Корнили Первый раз Такая награда Была За то Что он все Время Все по Старобрядчесски Ведет Слепко Он не единоверец А прямо Патриархийный Полностью Патриархийный Но Сильный К этому Расположен И он Как-то Набрал Своих людей В автобус В какой-то Там Монастирех Или что-то Старобрядческий Показать И как-то Из машины Стали вылазить А они Заперлись И Черещели И крестят Уходите Там Няня Проклят То место Где они Спустились А водой Освещали А куда же Это гонится Он говорит И Ну люди А мы Когда Православные Гнали Там Люди За нас Сжигали А нас Только Сказали Черт Обращает Он их Примеряет Я знаю Какие у нас События Здесь Торобрятся Ну я Со всеми Сектами Знаюсь Ни от кого Нет такой Хулы Столько Скверны Сколько Неправды Как Одни Ни перед Чем Нет То есть Общество Весноватых Ни священника Нашего Не признает Не признает Он и его Хулит И что Он не говорит Ни одного Слова Правды Нет Может К мирским Пойти Жаловать То есть Самое Подлое За что В других Страх Укоротили Гастанин На 20 Рост его Никто Этого Не делает У нас Есть Из Баптистов И даже Сидители Югова Пришедшие Есть Которые Оттуда Даже Пришедшие Мы же Там Были Вместе Знаем Неприемлемо Но и все Бы неприемлемо И все Нет Узнают Где работают Везде Навредить 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 То есть Такая Лютая Свирепость Как это Так Притом Проверить Даже Не надо Я Просто Назову Поезжаю Посмотреть А можно Как-то Смерить Нельзя Это Среда Такая Они Друг друга Подерживают А когда Нету Друга Нету Друга Пожарать Начинают Брат На Брата Идет Ну Возьми Даже Новосибирский Силуэн Был Ну Там Что-то Не так Было Они Убили Пинали Ты знаешь Кто Ну Там Федя Исинов И Долгов Володя И на Меня А батюшка Говорит Ты в такое Время Где был Володя Где был Я Ну Что Вскрывали Что Грабили Этих Вьетнамцев Шапки Снимал Отбирали Все А мой Брат За Слово Божие Страдал И ты Смотрит Ни на возраст Ничего Не понимает Понимаете Полное Обеснование В бешенстве А смотри Какие у нас Отношения Отец твой Далеко Смотрел На это Ребятишки Такой бы у нас Не были Если не отец Та Его тоже Не одобряли Свои здесь В коей мере Я не знаю Но это все Было от отца У нас были Очень хорошие Отношения Я вам показал Где он К истину Православию Вот эти Я возьму Сейчас Эта книга Это уже ваша Вот как она Какие Вот эти Ну вензеля Назвать Или как Вот Буквица Так подожди Подожди И в конце Вот здесь Как раз говорится Что Куц Игорь Вот это Последнее Сними Найдешь где Вот ниже Наверное Видишь Вот где И сейчас Вот переиздаем Он опять будет Испомянутый А он ничего Не сделал Он только Букву Первый Первый Букву У него Видишь Как там Он сделал Ну ничего Особенного Но мы Это все Взяли во внимание В то время Я не знал Что его не будет И там Или сын придет Этого ничего Не было Видишь Это книга Это книга По ней Диссертации Я 40 лет Готовил 40 лет Материалы Собирал Ну благодарю Еще что Хотел Я хотел Передать Благодарность Во-первых Благодарю Вас Сердечно Всей души Искренне За тот вклад Который Вы сделали В мою жизнь Я благодарю Вашу супругу Надежду Васильевну Я благодарю Всех Старших А в сухах Которые были Старших людей Которые Нас Так же Направляли Ваше отсутствие Направляли Это Воспитатель Виктор Савченко Не спит А помнишь Старший воспитатель Кто был Наталья Приходько Наталья Приходько Я хотел ее Как повару Упомянуть Очень вкусно Готовила Мы запомнили Это Она там Разная Там Шоколадом Все это Придумывала Творог Шоколадом Это было Значит У нас уехали Люди В Греции Из Казахстана Приезжали Воспоминания О России А тогда Казахстан Был в Советском Союзе В то время Когда пребывали В лагере А все Объезжали Но у нас же строгая дисциплина была В обиду Никого не добавили Как одна девочка Ирина Там приехала А брошенная Мать запилась А она с бабкой И доела корову Сама Но ей лет 12 Даже не было Нет Меньше Лет 8 Наверное И она С банкой Трехлитровой На трассе Барнолова-Новосибирь Стоит Продает молоко Ее любой бы Заворотейка И она Купить хлеба Ее привезли У нее в Шикишат Наш один Брат Там учителем был Ну мы сразу обработали А кто-то успел назвать ее Вшивая Сразу же Обозвал Сразу колокол Тревога Ну и сказал Кто это назвал ее так Ну там упрятаться нечая Алеша вылазит Так Ты говорил Да Иди ищи вшей А еще искать их нету Вот тебе наказание С сегодняшнего дня Играть будешь И заступать за Ирину Понимаешь как То есть ты должен Сам себя в этом осудить Ты увидишь Какая она Прекрасная Ты посмотри на ее Встать какая она А то есть пройдет 10 лет Ты винтом будешь Вокруг ее ходить Играть Там помните колокола Наши там всякие Вот Также благодарю Всех воспитателей Игоря Добунова Игоря Третьякова Вы его захватили? Конечно Значит Владимира Пащенко Сергея Пупкова Вот он здесь Вот видишь сколько Вот Передайте поклон Ацую Акиму обязательно Я сейчас вернусь Ладно Я передам Вот И всем вам Всех вас благодарю И низко кланяюсь Ну спаси Христо Да ладно тебе За все что сделали Для меня Для моего брата Для нашей семьи Все таки Не без вашего участия Мой отец пришел К вере Так Сейчас уж ветер дует Там будет только шум один Да теперь Если будет желание прийти Не вещь идет там Перейти А перейти Побыть там На служение На занятия Открыто все Ох А у вас Друзья то свои есть? Есть Так я дам и им Передашь? Это Мои Визитные карточки Просчитай Что вверху написано Дети воспитанные Во Христе Вот единственная Национальная идея Которая могла бы Поднять Россию И сделать ее Великой и славной Игнатий Лапкин Вот Вот смотрите Сколько я вам даю Где-то там бываете Это все открыто Это брат мой Священник в воде стоит Видишь как крест Отклонный Мне хватит Я думаю Если друзья есть Еще убери Спасибо Христос Потому что на обратной стороне Ты посмотри Что там есть По скайпу Вы уже Скайп Запомни Звонок И мы все время будем Вы прям сегодня же сделаете На меня выйдете в скайп А скайп За пять минут Школьники Пятиклассники устанавливают И дальше У нас идет дозвон Встаем во сколько На молитве присутствовать Можно будет Через каждые два часа Дозвон На молитве собирается Десять минут молитва Мы знаем Нужно каждого человека Который в нашем сообществе Я помню Как мы с вами Вместе Кричали Скандировали Россия Должна встать Россия Это мы Абсолютно точно И это в том числе Также повлияло На мое Сейчас Патриотическое отношение К всему подходящему Происходящему Вот Смотрите на это Как я рассказывал Что такое флаг российский Единственное За мировую историю Такой флаг проповедь Рожжается все в крови Без этого никак Второе Нужно бы быть о небе О горнем неземной Третье Двадцатая глава Денадцатый стих Откровение И видел я великие Белые престолы Сидящие на нем От лица которого Бежали небо и земля И было место Вот Это российский флаг Это не какие-то там Звездочки Или волна Там В Англии Она там Над морем Господствует Нет Это проповедь Я детям это старался Внушить А помнишь Стрелы как были Стреляли Городки Городки помню А там было несколько У меня луком Сделал я Стрелять было Вот ходили по ягодам Ходили На кладбище Малину собирали Да На малину Клубника У нас там разные ягоды есть Купались часто На лодках плавали А на лошади были В то время Были Ласточка Была лошадь И еще какая-то Ну вот не помню Как Зира Зира Это по-двески Нуль Она была Зина А щедрофиское имя Не должно быть Мы ее переменили Зира Вот видишь Какая встреча Сегодня удивительная И главное Я вот здесь Иду А Лена Копается Я ее поснимал С двух сторон И только Доходить Она говорит Там человек В Дмире Закрыт Вот я выхожу Вот он Пожалуйста Рома Тут и есть Вы именно знаете Свои как Переводятся Роман Римский Римский Илья Крепость Божия Илья что? Крепость Божия Крепость Божия Илья Бог Моя крепость Да Бог Моя крепость Видите как Бог Это ел А если в конце ел Ну там Михаил Это никто Как Бог Вот Даниил Судья Мне Бог А это еврейские имена А нет А у меня чисто русское Я говорю Какой Андрей Я говорю Еврейское Означает храбрый Ну я же вроде против Нет Это твое имя такое Ты-то можешь против А имя никуда нет Вот я Игнать Означает незнакомый Неизвестный А с латинского Огненный Вот все сходится как Это как Бог все взял Очень даже хорошо Не женатый и женатый Нет Не женатый А сколько вам сейчас? Мне сейчас 25 лет Ну приходи То есть я зачем приходи Простите Христо ради Так Мне ничем не нуждаешься Там все Субтитры сделал DimaTorzok